Один из дебютантов «Духа огня» стал председателем жюри кинофестиваля. Речь идет об Алексея Федорченко. Фильм тогда начинающего режиссера «Первые на луне» включили в конкурсную программу третьего международного кинофестиваля. Это было в 2005 году. За минувшие 17 лет Алексей Федорченко снял 18 кинолент и спродюсировал 27 фильмов. Теперь выдающийся режиссер будет оценивать работы молодых кинематографистов. Также в состав жюри конкурса российских дебютов вошли такие знаменитые режиссеры, как Роман Каримов, Степан Бурнашев и Алексей Учитель. В жюри международной программы возглавил Борис Фрумен, классик советского кино. В его фильмографии, например, дневник директора школы. Добавлю, на кинофестивале представят работы авторов из Китая, Филиппин, США, Индии, Испании и Израиля. Одна из гордостей программы – это фильм «Искот-де-Вуар. Ночь королей» Филиппа Лакота. Картина, которая дебютировала на кинофестивале Венеции, вошла в шорт-лист на «Оскаровскую номинацию» за лучший иностранный фильм, что впервые за всю историю существования «Оскара» произошло с картиной «Скот-де-Вуар» и вот мы ее впервые покажем в России. «Ночь королей» – фильм о молодом человеке, попавшем в тюрьму. Она находится посреди леса и управляют ей сами заключенные. По традиции, с восходом Красной Луны главарь в тюрьме выбирает того, кто будет рассказывать историю в эту ночь. На этот раз рассказчиком становится главный герой. В его интересах, чтобы сказка продолжалась до рассвета. Субтитры создавал DimaTorzok